шалом дорогие братья сестры снова мы встречаемся в шаббат и снова через youtube мы так хотели снова встретиться вместе и в нашем здании или нашем во дворе но мы не можем пока и мы вынуждены делать все эти вещи через медиа которые у нас есть давайте помолимся отец большой мишу а приходим к тебе и мы молимся и просим тебя быть присутствующим с нами господь когда мы учимся слова твоего господь мы просим чтобы ты говорил каждому из нас сердце господь в это время во имя твое башем яшуа амин итак друзья этот шаббат называется шаббат шуа это это шаббат между руши шана йом труа день день шафара и йом кипур почему называется именно шаббат шуа или покаяние через из-за того что первое слово авторы то есть то что читает в синагогах после недельной главы из пророков это взято из оси 14 главы и у нас там написано и вернись израиль господу тут написано обратись израиль господу обратись это шува из-за первого слова в этой главе оси и называется шаббат шува есть ожидание что народ обратиться к своему богу почему мудрецы израиля решили что именно в этот шаббат а будет вычитаться с этой и вторая из этой книги оси я по традиции еврейской между руши шана и йом кипуром господь делает приговор человеку господь судит к хорошему или плохому и поэтому если приготовление перед ким кипуром это по традиции в дополнение к авторе оси я читает в синагогах и недельная глава азину старозакония 32 и важно чтобы и мы в это время подумали размышляли поговорили об этих стихах вместе со всем народом израильским азину это слушать слушай более эти слова более 2000 лет уже говорятся и к нам к нашему сердцу призывает давайте начнем недельная глава азину слушай находится во второзаконии 32 глава это песня которую господь попросил у моисея который написал что написал для сынов израилев чтобы и цены израильные а должны были выучить и обучать своих детей это песни но почему бог хочет чтобы сына израилью учили песню какую-то обратите внимание сколько стихом и чем мы помним наизусть из-за песни которые мы поем в общине славьте господа аллилуйя это дуна и кульгоин славьте господа все народы бог твердые наша защита наша через эти а песни мы помним слово божье запоминаем наш мозг запоминает лучшие вещи которые через песню через стихи поэтому господь заповедает народу израильском чтобы они выучили эту песню что чтобы не забыта была песня и была им будет им как напоминание боге о том что произошло почему именно эта песня объяснение находим в предыдущем в тридцать первом главе второзакония 31 откроем давайте ее сочетает 16 стиха до 22 второзакония 31 16 до 22 и сказал господь мосею вот ты почиешь с отцами твоими и станет народ цей блудно ходить вслед чужих богов той земли которую он вступает и оставит меня и нарушить завет мой который я поставил с ним и возгорится греем мой на них в тот день и я ставлю их и сокрою лицо мое от них и он истреблен будет и постигнуть его многие бедствия и скорби и скажет он тот день не потому ли постигли меня эти бедствия что нет бога моего среди меня и я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззаконие его которые он делает обратившись к иным богам и так напиши себе слова песни этой научи и сынов израилевых и вложи ее в уста их чтобы песня это было мне свидетельством на сынов израилевых ибо я веду их в землю как я клялся от самых и лечет молоко и мед и не будут есть и насыщаться и точнее это обратятся к иным богам и будет служить им а меня отвергнут и нарушат завет мой и когда постигнут их многие бедствия скорби тогда песнь это будет против них свидетельством ибо она не выйдет из уст потомство их я знаю мыслей которые они имеют ныне прежде нежели я вел их землю которой я клялся и написал моисей песню эту в тот день и научил ей сынов израилевых в этих стихах господь рассказывает моисею уже уже сейчас перед тем как они еще вошли в землю израильские что случится с народом в будущем и он сказал что после того как народ войдет в ханамскую землю они оставят бога и будут ходить след чужих богов и народ народ нарушит закон завет который бог с ними заключил а обратите внимание господь не использует такие нежные слова очень жесткие слова он скажет что что отвергнут нарушат завет и бог использует здесь очень жесткие слова то есть то что сделает люди очень дает право богу говорить так жестко как реакция на то что народ сделает бог возгневается он отдалит и на какое-то время с народ он сокроет свое лицо от них мы поговорим об этом дальше но это все и чтобы народ запомнил эти все вещи и тогда они а покаяться и бог заповедует моисею написать слова песни этой чтобы это будет как свидетельством на народ давайте посмотрим на саму песню второзаконие 32 с первого по четвертой стихи внимай небо азину внимай и я буду говорить и слушай земля слова уст моих польется как дождь течение моё как краса речь моя как мелкий дождь на зелень как ливень на траву имя господа прославляю воздайте славу богу нашему он твердыня совершенные дела его и все пути его правильные бог верен и нет неправды в нем он праведен и истинен эти стихи это предисловие к песне начинается песня молитвой наполняет чтобы наполнено уши людей как дождь на землю который напаяет землю 3 4 стих имя господа прославлю воздайте славу богу нашему почему воздать славу богу потому что он твердыня и совершенные дела его и все пути его праведные бог верен и нет неправды в нем он праведен и истинен это чудесное провозглашение здесь у нас здесь нашем боге он наше твердыня мы можем на него надеяться уповать и потому что все его дела совершенные все его пути истинный праведный он он верный он останется верным и он нас не оставит и не покинет чудный бог наш какое благословение что это наш господь и не другой и в особенности сейчас когда мы перед переживанием это такую пандемию которая по всему миру происходит и хорошо вспоминать хорошо помнить что бог наше твердыня что это ситуация его не удивило что он верен он не оставит нас и что все что происходит в конце концов к благу уповающих на него садист к благу это славу тут моисей продолжает после этих слов предисловия а с 5 по 8 давайте прочитаем но они разрутились перед ним они не дети его по своим порокам род строптивый и разращенный съели воздаете вы господа народ глупы несмысленные не он ли отец твой который свой усвоил тебя создал тебя и устроил тебя вспомни дни древние по мысли о летах прежних родов спроси отца твоего и он возвести тебе старцев твоих и они скажут тебе когда всевышний давал удел народам и рассеял сынов человеческих тогда поставил пределы народов по числу сынов израилевых из-за того что из-за праведности а народ бог праведен а народ стал строптивно раздратился и он оттолкнул своего бога и он напоминает что бог отец наш и мы как народ его отвергли с 9 по 14 ибо часть господа народ его и яков наследственный утил его он нашел его в пустыне в степи печальной и дикой ограждал его смотрел за ним хранил его как зеницу ока своего как орел вызывает гнездо свое носится над кинцами своими распростирая от крылья свои берет их и носит их на перьях своих так господь один водил его и не было с ним чужого бога он вознес его на высоту земли и кормил произведениями и полей и питал его медом из камня елеем из твердой скалы маслом коровьим молоком овечьим и туком агнцев и овнов вассанских и козлов и тучную пшеницу и ты пил вино кровь виноградных ягод тут песня говорит о том а верности божьей а величине в верности а народ как удел как наследственный удел и господь ходил как зеницу ока своего как 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 орел носится над своими птенцами так господь над своим народом так он оберегал и заботился и ограждал народ он брал их на себя он он кормил их поил всеми благами земли давайте продолжим с 15 по 18 и уточнил израиль и стал упрям уточнил отолстел и разжирел и оставил он бога создавшего его и презрел твердыню спасения своего богами чуждыми они раздражили его мерзостями разгневали его приносила жертвы бесам они богу богом которых они не знали богом которых они знали новым которые пришли от соседей и которых не помышляли отцы и ваши а заступника родившего тебя ты забыл и не помнил бога создавшего тебя когда народ почувствовал что он уточнил что он укрепился он уточнил отолстел разжирел и и народ пошел служить другим богам и забыл бога он забыл народ кто заботился о нем кто сделал его народом вообще-то и что господь делать 19 до 21 господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал сокрою лицо мое от них и увижу какой будет конец их ибо они род разращенные дети в которых нет верности они раздражили меня не богом суетными своими огорчили меня и я раздражу их не народом народом бессмысленным огорчу их а господь их накажет наказывает через грех народа из-за того что они отвергли своего бога господь их наказывает каким образом он скрывает свое лицо что имеется ввиду скрывать лицо лицо бога это его присутствие когда моисей находился на горе выисходит 35 он просит что у бога если ты не пойдешь сам с нами то не вводи нас в эту землю то это я не пойду то есть на иврите по ним если не по ним то не придет лицо этого не пойдет а в русском написано если ты сам не пойдешь то есть если не будет твоего присутствия то не будешь нами то не стоит ничего в благословение арона числа 6 там говорится что как сохранить тебя господь и президент на тебя чем светлым лицом своим что что на тебя обратить лицо свое и дел даст тебе мир то есть лицо больше лицо больше его присутствие это это сам бог и и здесь господь говорит я закрою лицо свое я уберу свое присутствие что его благословения будут от народа отдалены какое наказание к сожалению до сейчас до сих пор наш народ находится под тем же проклятием что под проклятием то что лицо больше закрыто от них от нас них и народ продолжает жесток быть жестоковым жестоким сердцем и бог продолжает свой народ наказывать но он не оставляет вечно такое состояние потому что бог он бог милости у многомилостивый и последние стихи давайте 26 стих у нас у нас написано я сказал бы россии их из блаш среды людей памяти их о них но отложил это ради озлобления врагов а 39 видите мне что я и нет бога 43 повесили он тит за кровь рабов своих издать умращение мщение врагам своим очистить землю свою народ должен был эту песню учить и чтобы дети в другим поколением передавали эту песню слова этой песни чтобы это было естественно о боге для бога и история народа израильского должен написано перед тем еще даже как вошел в землю обетованную народ и до огнева сгорелся но это не не дало возможности проявить милость божью он сказал что у милосердится как ловишь руках ослабела итак давайте перейдем к оси оси 14 2 по 10 стих и господь продолжает своего слова утешение и на русском языке тоже с 14 со 2 по 10 стих обратись израиль господу богу твоему ибо ты упал от нечестия твоего возьми с собой молитвенные слова и обратитесь к господу говорите ему отними всякое беззаконие прими во благо и мы принесем жертву уст наших ассур не будет уже спасать нас и не станем садиться на коня и не будем более говорит изделий рук наших боги наши потому что у тебя милосердие для сирот у врачу и от падения их возлюблю их по благоволению ибо гнев мой тратится от них я буду росою для израиля они расцветут как лилия и пустит корни свои как ливан расширятся ветви его и будет красота его как маслины и благухание от него как ливана возвратятся сидевшие по тень его будут изобиловать хлебом и расцветут как виноградная лоза славные будут как вино ливанское что мне еще за дело до идола скажет яфреем я услышу его и презрю на него я я буду как зеленеющий кипарис от меня будут тебе плоды кто мудр чтобы разуметь это кто разумен чтобы познать это ибо правы пути господни и праведники ходят по ним а беззаконные падут на них этот это глава начинается словами обратись израиль вернись израиле к господу богу твоему ибо ты упал от нечестия твоего а пророк призывает народ покаяться обратиться к богу потому что они упали упали за своих грехов он призывает народ и сказать богу что они уже не не будут уповать нас уран и они не будут называть изделие рук боги наши этот призыв и призыв оси вернуться к богу обратиться к богу это не не только оси я призывал многие многие пророки призывали народ подобными словами захария говорит что обратитесь ко мне и я обращусь к вам малахия вот 37 говорит обратитесь ко мне и я обращусь к вам наша глава и здесь как бы диалог народ и говорит богу слова и бог отвечает народу в пятом стихе уговорит господь я уврачу от падения их вас что он уврачует их а то что не сошли с пути возлюблю их ибо гнев мой отвратился от них господь говорит я буду рассой для израиля он послёт на неблагословение и он будет для них благословение если до этого не переживали проклятие гнев божий то сейчас они переживут любовь божью благословение божье принятие божье с последнем стихе кто мудр чтобы разумеете так кто разуме чтобы познать это ибо правы пути господни и праведники ходят под ним но не просто что ему исполнить это эти вещи эти вещи написаны чтобы пробудить народ чтобы призвать народ покаяться чтобы свою жизнь они перед богом устроили свою жизнь правды перед богом верно исправили пути свои и кто постановил что в этот шаббат должны читаться в синагогах эти стихи перед ем кипуром для чего это для того чтобы народ устроил свою жизнь перепри пересмотрел свою жизнь и правильно приоритеты перед богом хорошо это важно что что мы знаем что читает в синагогах биткнессити это даст нам возможность отождесятся с народом но но эти вещи которые написаны более двух тысяч лет говорят к нам и сегодня в двадцать первом веке эти предупреждения призывы обратиться к богу это призыв к нам к нам верующим не шоу не тем образом потому что мы не поддаю синайским заветом мы находимся в новом завете под новым заветом но принципы похожи да и нам сегодня нужно уповать на бога надеяться на бога не на америку не на деньги и мы должны чувствовать себя сильными уверенными в себе когда мы накипываем на себя и мы думаем с нами этого не случится мы уже по пути падения и нам нужно мы будут быть осторожны мы от мысли что есть какой-то промежуточный путь что можно можно и богу служить и и быть частью мира или или даже и там где-то любит мир слово боже говорит кто хочет быть другом богу он будет врагом кто хочет быть другом миру он в сенсором богу у нас написано якове 4 4 4 в том же главе приблизьтесь к богу и приблизьтесь к богу и приблизьтесь к вам призывает нас яков 1 фессалоникийцам 4 1 фессалоникийцам 4 первое давайте откроем 1 фессалоникийцам 4 написано ободрение вы вызов павел за 7 братья просим и моляем вас еще машехом чтобы вы приняли приняв от нас как должно вам поступать и угождать богу более в том приспевали продолжайте так вести себя но не останавливайтесь продвигайтесь еще еще и мы вы правильно перед богом себя правильном положении хорошо здорово но не останавливайтесь продолжайте продвигайтесь продолжайте изменяйтесь в образе шоу продолжайте сражаться с этой войной не останавливайтесь продолжайте вот ем кипур у нас в двери наше правительство и организовывать нам карантин у нас будет много времени быть дома и только ем кипур и в последующие дни нам организовали время чтобы можем остановить ежедневный бег наш и давайте используем это время с пользой давайте это тяжелая ситуацию перевернем на что-то хорошее давайте прибыться к богу давайте себя проверим или мы ставим господа на первое место в жизни или есть вещи которые берут нас и от свое значение на боге на другое что-то какие наши отношения как молитвенная жизнь наша или я боюсь бога стра господин присутствует из высая написано что что стра господине будет сокровищем вашим это сокровище ваше сокровище человека божьего давайте продолжать и спрашивать себя вопросы задавайте вопросы или жизнь наша соответствует тому о чем ты мечтал 10 лет назад что с тобой происходит дома как твои отношения с мужем женой как отношения с детьми твоими что с твоими зависимостями в жизни в особенности к порнографии давайте помолимся вместе с давидом псалом 130 псалом 138 23 24 стихи испытай меня больше и узнай сердце мое испытай меня и узнай помышления мои и зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный давайте пока что попросим что покажет нам или есть что-то нашей жизни что нужно изменить и как можно это изменить как можно исправить это ну не дай вене вене в чувство вины тебя съесть если видел грех а покайся помой помолись об этом или есть нужда поговорить с кем-то с другом дорогие друзья давайте это время возьмем которое нам дается и используем его для славы господней йоси васа пошлет этот мессер вопросы для сама вопросник и то что читать емкий пор чтобы у нас был было хорошее время с нашими семьями и до того времени чтобы мы могли встретиться чтобы помолимся отец благодарим тебя за твое присутствие с нами благодарим тебя что ты господь несколько сокрываешь лицо свое от нас мы благодарим тебя господь благодарим что ты присутствуешь в наших жизнях мы молимся чтобы в это время господь чтобы ты мог нашим сердцам чтобы мы продолжали продвигались господь в жизни чтобы мы не останавливались на месте господь к тебе приближаясь помоги что через эти вещи через эти плохие вещи которые происходят в наших жизнях в мире чтобы в это время твое имя было прославлено чтобы мы могли еще больше познавать тебя ближе быть благодарим тебя башем я